Привет, дорогие друзья! С вами Листья Маркиза, и это замечательный повод, чтобы перелистать близкие нам памятные даты вместе с друзьями и гостями нашей программы. Начинаем! 29 сентября свой юбилей отмечала Алла Демидова. Какие только колени не преклонялись перед ней и продолжают преклоняться, какие сердца не бились учащенно или не замирали, какие красоречивые уста не мели или наоборот начинали безостановочно расточать комплименты. А мне Алла Сергеевна подарила тост. Вот как это было. После передачи, перед банкетом, она рассказала мне, что на всех общих посиделках Таганки легендарный Борис Хмельницкий всегда произносил только один тост. За Аллочку. А можно я сегодня буду говорить так же? Спросил я. Говорите, царственно сказала Алла Сергеевна. А потом на фотографии она написала мне, Саша, помните наш тост? Ну, конечно, она давным-давно об этом забыла, но я-то не забуду никогда. Ну вот, а сегодняшний фрагмент начнется со стихотворения, которое уместнее всего должно прозвучать 1 октября. У вас 3 секунды, чтобы догадаться. Автор Александр Сергеевич. Раз, два, три. Октябрь уж наступил, Уж роща отрехает, Последние листы С ноги своих ветвей Дохнул осенний хлад, Дорога промерзает, Журча еще бежит За мельницу ручей, Но пруд уже застыл. Сосед мой поспешает В отъезжие поля С охотою своей, И страждут О зиме От бешеной забавы, И будет лай собак, Уснувшие Дубравы. Теперь Моя пора. Я не люблю весны, Скучна мне оттепель, Вонь, грязь, Весной я болен, Кровь бродит, Чувства, Ум Тоскою стеснены, Суровую зимой Я более доволен, Люблю ее снега, В присутствии луны, Как легкий бег саней С подругой Быстр и волен, Когда под соболем Согрета и свежа, Она вам руку жмет, Пылая и дрожа. Как весело, Обув железом острым ноги, Скользить под зеркалу Стоячих ровных рек, О зимних праздниках Блестящие тревоги, Но надо знать и честь Полгода снег да снег, Ведь это, наконец, И жителю берлоги Медведю надоест, Нельзя же целый век Кататься нам в санях С армидами младыми Или киснуть у печей За стеклами двойными. Ох, лето красное, Любил бы я тебя, Когда б не зной да пыль, До комары да мухи, Ты все душевные Способности губя Нас мучишь, Как поля мы страждем От засухи, Лишь как бы напоить Да освежить себя, Иной нас мысли нет, И жаль зимы старухи, И, проводив ее блинами и вином, Поминки ей творим Мороженым и льдом. Дни поздней осени Бронят обыкновенно, Но мне она мила, Читатель дорогой, Красою тихою, Блистающей смиренно, Так нелюбимое дитя В семье родной К себе меня влечет. Сказать вам откровенно, Из годовых времен Я рад лишь ей одной, В ней много доброго. Любовник не тщеславный, Я нечто в ней нашел Мечтою своенравной. Как это объяснить? Мне нравится она, Как, вероятно, вам, Чахоточное дело Порой и нравится. На смерть осуждена, Бедняжка клонится Без ропота, без гнева, Улыбка на устах У вянувших видна, Могильной пропасти Она не слышит зева, Играет на лице Еще багровый цвет, Она жива еще сегодня, Завтра нет. Унылая пора, Очей очарование, Приятна мне твоя Прощальная краса, Люблю я пышной природы Увидание. В багрец и золото Одетые леса, В их сенях ветра шум, И свежее дыхание, И мглой волнистые Покрытые небеса, И редкий солнца луч, И первые морозы, И отдаленные седой Зимы угрозы, И с каждой осенью Я расцветаю вновь. Здоровью моему полезен Русский холод, К привычкам бытия Вновь чувствую любовь. Чередой слетает сон, Чередой находит голод, Легко и радостно Играя в сердце кровь, Желания кипят, Я снова счастлив, Молод, Я снова жизни полн, Таков мой организм, Извольте мне простить, Ненужный прозаизм. Ведут ко мне коня, В раздоле открытом, Махая гривую, Он всадника несет, И звонко под его Блистающим копытом Звенит промерзлый дол, И трескается лед, Но гаснет краткий день, И в камельке забытом Огонь опять горит, То яркий свет льет, То тлеет медленно, А я пред ним читаю И льду мы долги В душе моей питаю. И забываю мир, И в сладкой тишине Я сладко усыплен Моим воображеньем, И пробуждается Поэзия во мне. Душа стесняется Лирическим волнением, Трепещет и звучит, И ищет, как во сне, И злится, наконец, Свободным проявлением. И тут ко мне идет Незримый рой гостей, Знакомцы давние, Плоды мечты моей. И мысли в голове Волнуются в отваге, И рифмы легкие Навстречу им бегут, И пальцы просятся к перу, Пирог бумаги, Минута, И стихи Свободно потекут. Так дремлет Недвижим корабль В недвижной влаге. Ночью Матросы вдруг кидаются, Ползут вверх-вниз, И паруса надулись, Ветра полны, Громада двинулась И рассекает волны, Плывет. Куда ж Нам Плыть? Кстати, вот эта вот Последняя строчка Куда ж нам плыть? Мы как-то ходили за грибами С моей приятельницей, То есть всегда ходим С моей приятельницей, С Нейей Зоркой, Такая есть критика С кино, За грибами. И каждый раз, Выходя из дома, Она мне своим Такой манерой говорить Алла Сергеевна, Экзоцианализм, Да-да-да-да-да, Я уже грибы, грибы. И вот как-то, Поскольку была осень, Я говорю, Вот мое любимое Створение и так далее, Что-то я цитирую. Кстати, я его знаю Наизусть, естественно, Просто читать наизусть Совсем другое искусство, Чем просто читать с листа. И оно эстрадное, Действительно. А у нас с вами не эстрада, А я считаю, как бы диалог. Мы как бы напоминаем друг другу Что-то давно известной истиной. Я ничего нового не открываю. И вот она мне говорит, Вот это последняя строчка, Абсолютно современная. Наше тупиковое состояние. Вот куда плыть? Тупик. Я говорю, Не-э, Но это надо совершенно не понимать, Это искотворение, Чтобы такой делать вывод. Потому что именно все открыто. Потому что художник в центре круга. Иди в любую сторону. Главное бы выбрать направление. И вот это вот ощущение В центре круга выбрать направление, Оно очень важное. И оно очень здесь схвачено Пушкину. Потому что можно пойти в любую сторону. Можно играть Раневскую так, А можно так. Можно играть Гамлета так, А можно так. Шар в любую сторону. И вот это вот, Куда же нам плыть? На все четыре стороны. Ахматова. У нее есть северные элегии. Все, конечно, знаете. Но самое мое любимое О свойствах памяти. Потому что свойства памяти Это вообще особый разговор. Когда уехал Войнович, У нас был такой круг друзей, Которых объединял художник Борис Биргер, Который сейчас живет уже давно в Германии. И у нас там был кукольный театр свой. Причем мы показывали куклы Белла Ахмадулина. Я ее в основном играла. С таким вот голосом, Который Белла. Там была кукла Булата, Куджава и так далее. И вот уехал. Потом все постепенно стали уезжать. Одних уж нет. И так далее. И прислал через какое-то время Письмо Войнович. Через с Нарочным. Я заехала в это время за Биргером. Мы должны были поехать К Ине Леснянской на день рождения. В то время, когда Леснянскую исключали из союза писателей. И ее муж Липкин, и она. В общем, они жили в Переделкино. И понимали, что их никто не поздравит. И мы с Бори Биргером поехали. И выходя из дома, он вытащил это письмо Войновича. И говорит, прочтем потом. Мы поехали. И заехали в Переделкино к дяде Вене, Вениамину Санычу Каверину, с которым были дружны. И вот, сидя у него в саду, это было лето, они меня заставили читать это письмо. И я читаю это письмо. Такая белая... Я почему это вспомню? Потому что остался рисунок Бори. Он в это время меня рисовал. Белая шляпка, которую я купила в Париже. И которая, кстати, была у Праджанова в гостях. И тогда началась его эпопея шляпок. Потому что он сказал, «О, шляпки! Я буду делать шляпы! О, мои все кителки будут ходить шляпы, 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 шляпы!» Он потом сделал целую выставку шляп. Началось это вот с той белой шляпки, которую я купила в Париже. Значит, сижу я в этой белой шляпке, какая-то такая кофточка беленькая такая, а-ля XIX век. И читаю письмо. Боря меня рисует. И так это остался рисунок. Абсолютно XIX век. Сидит какая-то барышня, читает что-то. Потом он этот рисунок подарил Леснянской на день рождения. Это рисунок у нее висит. И я читаю вслух это письмо. И Войнович пишет, что он помнит, что у него ярко запомнилось, а что уходит. И Каверин, Вениамин Александрович, говорит, это свойство памяти писателя. Но писателя молодого. И это абсолютная память писателя. Потому что у меня тоже писательская память, но память старого писателя. Потому что я сейчас помню все, что происходило со мной в 20-х годах. Причем настолько хорошо помню, что мне не надо заглядывать в мои записи и дневники. Я помню, когда это происходило, с кем происходило. Я поэтому пишу только мемуары. И совершенно не могу писать прозу. Потому что в прозе нужно питаться сегодняшним днем. А это у меня атрофировано. Боря Биргер, а он не молодой человек, он прошел войну, он говорит, «А я помню». Вот могу нарисовать, как сидели, какая группа, в каком платье была женщина, в красном или в голубом, какое было освещение. Но когда это было? До войны или вчера? Не помню. А о чем разговор? Вообще не помню. Я, покопавшись тоже как бы в себя внутри, думаю, «А что я помню?» А я не помню ничего. Я не помню ни где это происходило, ни в каком году, ни в какой стране, ни с какими людьми. Но я отчетливо помню дискомфорт или комфорт моего душевного состояния. Абсолютно актерское свойство памяти. И вот с этим, как бы с рассказом и дальнейшими моими наблюдениями за Леснянской, как-нибудь в следующий раз расскажу, когда зайдет речь о Леснянской и о Липкине. Мы пришли к Леснянской. Ну, а свойство памяти у Ахматовой специально. Есть три эпохи воспоминаний. И первое. Как бы вчерашний день душа под сводом их благословенным, и тело в их блаженствует тени, еще не замер смех, струятся слезы, пятно чернил не стерто со стола, и как печать на сердце поцелуй, единственный, прощальный, незабвенный. Но это продолжается недолго. Уже не свод над головой, а где-то. В глухом предместе дом уединенный, где холодно зимой, а летом жарко, где есть паук, и пыль на всем лежит, где и сливают пламенные письма, из-под тишка меняются портреты, куда, как на могилу, ходят люди, а возвратившись моют руки мылом и стряхивают беглую слезинку с уставших век и тяжело вздыхают. Но тикают часы, весна сменяет одна другую, розовеет небо, меняются названия городов, и нет уже свидетелей событий, и не с кем плакать, не с кем вспоминать, и медленно от нас уходят тени, которых мы уже не призываем, возврат которых был бы страшен нам, и, распроснувшись, видим, что забыли. Мы даже путь в тот дом уединенный, и, задыхаясь от стыда и гнева, бежим туда, но, как во сне бывает, там все другое, люди, вещи, стены, и нас никто не знает. Мы чужие, мы не туда попали, Боже мой! И вот, когда горчайшее приходит, мы сознаем, что не могли бы вместить то прошлое в границы нашей жизни, и нам оно почти что так же чуждо, как нашему соседу по квартире, что тех, кто умер, мы бы не узнали, а те, с кем нам разлуку Бог послал, прекрасно обошлись без нас, и даже все к лучшему. 26 сентября, день рождения Владимира Войновича, о котором только что вспоминала Алла Сергеевна. А в 97 году, 26 сентября, Владимир Николаевич отмечал на маркизе свое 65-летие, и ему подарили шапку, не из кота средней пушистости. Ну вот, а сейчас воспоминания Войновича примерно о том же времени и о тех людях, о которых говорил Алла Демидов. Есть одна поэтессия, которая, ну вот, когда нам было трудно, тоже телефон был отключен, она так приходила иногда к нам и поддерживала своим присутствием. Это было очень важно, когда, знаете, когда вот человек преследуется к ГГБ, то круг его знакомых сокращается. Вот, один даже был, у меня один знакомый, который я очень хорошо знал, мы однажды в переделки не шли, значит, встретились с ним на таком мосту, вот такой ширины. И вот он меня, так встретились, и он меня не узнал, понимаете? Вот, а потом, когда мы еще через 20 лет встретились, он вдруг кинулся ко мне, говорит, Володя, ты нисколько не изменился. Я думаю, с каких пор, с тех пор, когда мы встретились на мосту или до этого. Ну вот, а она, значит, все-таки узнавала, она приходила, общался, ну, я говорю, это было очень важно, и я был очень тронут этим общением. И она, да, да, она приходила так, телефон был отключен, поэтому она была, приходила без звонка, но звонок в двери еще не был отключен, поэтому она звонила в дверь и открывала, и открывала, она так входила, так меня немножко отстраняла, и она знала свой путь. Она шла по коридору, прямо на кухню, а там на кухне был холодильник. И дальше я вам прочту эту свою пародию, она ей посвящена. Называется «Баллада о холодильнике». Значит, я буду пытаться, я попробую почитать в ее манере, поэтому я думаю, вы ее узнаете. В воспоминании полая вода сошла и ломкий берег полустерла, значит, нальем в стаканы виски без олида, ополоснем сухую полость горла и обожжем полуоткрытый рот и поменем мой друг и собутыльник давнишний год метро, аэропорт, шестой этаж и белый холодильник, который так заманчиво журчал и как сезам порою открывался и открывал нам то, что заключал в холодных недрах своего пространства. Пусть будет он во все века воспет за то, что в повседневности враждебной он был для нас как верный терапевт с простым запасом жидкости целебной. Была его сильна над нами власть, была его к нам бесконечна милость, к нему, к нему душа твоя влеклась, да и моя к нему же волочилась, а на дворе стоял глухой застой и снег сырой топтал топтун ущербный, а мы с тобой садились за стол и холодильник открывался щедрый. Что же, дорогие друзья, октябрь уж наступил, давайте относиться к осени по-пушкински. Впрочем, ко всему неплохо относиться по-пушкински. Пусть вдохновение и удача залетают к вам на огонек, а мы встретимся через неделю на новых листьях маркизы. Пока!